Девушки отдыхают 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 Миронов, Миронов. Такой огонь. Он такой классный человек. Теплый, невероятный души ребенок. И глаза у него так светятся. То, как он себя ведет на площадке, то, как он репетирует, то, как он отходит куда-то, что-то делает, как он совсем, совсем работает вообще. Он очень крутой. Приготовили? И начали. Он с нами находит взаимоотношения на площадке. Мы располагаем к тому, что ты раскрылся бы с ним вот именно сейчас в кадре. Мы очень полюбили Геню Тайвича. Внимание, вон, вон. Миронов меня покорил. У меня с ним было целых 11 дней рабочих. Поправки дальше генерально и снимем. Миронов и Яковлевы в первую очередь прекрасные люди. Они тебя ближе подпускают и все. И дальше вы в каком-то таком симбиозе ой, работайте. Ты всеми любимый, и ты всех уже покорил, и... А ты человек. Спасибо вам за то, что вы на этот пример. Было очень полезно. Собрать эту вот компанию, которая, помимо того, что должна справляться, еще должна обладать талантом, а самой младшей девочке на тот момент было 11, по-моему, или 12 лет, и это был, наверное, самый тяжелый кастинг, потому что мы не могли найти вот на эту роль как бы актриса. Мы вот просто измучились. Я занималась художественной гимнастикой. Джаник увидел мое выступление и пригласил на пробы в съемки «Протек Галактики». Очень органично в реакциях. Абсолютно точно знаю точку, на которой есть стать. Пошли! Лиза это делает блестяще. Самым сложным было свои чувства придумать и надо представить обстановку свою. Вот это для меня вообще было заказкой. Камера! Начали! И в экшн-сценах, и в игровых сценах ребята очень подготовлены. И Джаник это отмечал, что нам очень повезло с тем, что у нас актеры, которые очень хорошо, скажем так, в этом тоже ориентируются. И я, честно говоря, очень довольна работой с ней. Актерский, что-то отдавать мы должны взамен для того, чтобы верю, получилось. Понимал, всю эту ручку я закручу, эту закручу, дальше взрыв. Пустота, и ты тебе что-то еще должен делать. Страх тут, любовь здесь. Ничего не в руках, тем более нет. Любое произведение, которое делает писатель, художник, сценарист, режиссер, это создание мира. И некоторым везет, и им надо выйти на улицу и снять на улице, и этот мир готов. В нашем случае весь мир надо создавать с нуля. Направленность нашей компанией это сложная компьютерная игрушка. Протер-галакс в этом смысле прям это вызов. Во-первых, фантастика, которую мало кто здесь как-то-либо делал. Во-вторых, это много персонажей. А в-третьих, это просто мир огромный. Он реально огромный. Много всего, его надо придумывать. Мы воплощаем то, чего не можем сделать в реальной жизни. Я рисовал персонажей Элими Рыб. Такая необычная стилистика, это заслуга Джекка. Это было его желание. Он изначально хотел сделать что-то не похожее ни на что. Соединить стиль, чтобы-то был биопап. Цветастая, яркая, это тоже такое серьезное условие. Никаких, надо таких вот темных, страшных пищей быть не должно. Все должно быть позитивно, весело. Очень трудно соединить такие элементы, чтобы их было и красиво однолеетно, и необычно. Потому что многое уже придумано, и аналогии и сравнения трудно сбежит. Естественно, Танос быстро приходит в голову, потому что это один из самых ярких цифровых персонажей и злодеев в мире в последнее время. Это сложнейший персонаж, сделанный самыми крутыми компаниями в мире. И это реально огромная работа. Просто гигантская. Все технологии, которые там использовали, они нам недоступны просто. В целом, я это представляю как комплимент. Мы принимаем решение о том, как будет выглядеть картинка задолго до съемок. И когда мы принимаем это решение, часть работы отправляется в компьютерную графику, часть работы отправляется в департамент художников, часть работы уходит к оператору. И вот к этому моменту съемок оператор должен подготовить, заранее предусмотреть фильтры, настройки и все, что необходимо, для того, чтобы свет, свет, интенсивность и прочие параметры совпали с тем, как мы это планировали в изначале. И уже изменить ничего нельзя, как бы этого не хотелось. Все время нужно себе как бы представлять, что будет потом дорисовано. И, скажем, моя задача в этом случае – светом имитировать солнечный свет, пасмурную погоду, различные световые состояния, которые, в принципе, так сказать, когда их просто нет живьем, их нужно представить себе. И вот этот большой павильон, и он пустой, просто пустой. И что делать-то? Это так страшно. Пустота, и ты что-то еще должен делать. Если высота для него не стресс, сейчас он хапнет шути. Тебя начинает всего плющить во всех плоскостях. Ты боишься, ты становишься несвободным. Но у тебя есть режиссер, который может тебе помочь. Условно, 10 тысяч раз режиссер пересказывает содержание фильма. Разным людям, по частям. Фильм «Вратарь галактики» надо умножить эту цифру на 20. Столько раз ты должен рассказывать, что происходит в фильме, что происходит в кадре. Надо придумать себе, как выйдет отец. Я даже не знаю, какую, кто он, мне, так сказать. Я не успела придумать эту историю, нажить ее там. И, честно, было приятно один раз услышать от Джаника, и то он так, псс, Жак, вот не только тебе сложно. Даже Миронов сказал о том, что это невероятно сложно существовать в полностью синем пространстве и рисовать все вокруг себя. И все! Мне Женя Миронов говорит, «Все, лук и палки, а что я должен делать?» «Как?» Я говорю, вот здесь то, здесь это, здесь вот это, вот так, все, возьми. Он говорит, ну как же так можно? Я же ничего, ничего не потрогать, ничего нельзя. Для меня это было вначале, ну, очень странно. И я себя как-то ощущал не своей тарелки. Необходимо было технически понимать, что он делает. Вот это все было абсолютно виртуально. То есть я понимал, что эту ручку я закручу, и то закручу, дальше взрыв, который должен был произойти, провязаться здесь и сейчас. Ничего ни в руках, ни вокруг, тем более, нет. Плюс ко всему в фильме еще много разных персонажей. Инопланетяне, которые играют, спортсмены, атлеты. И массовка гигантская, которая у нас сидит на стадионе, там, сотни тысяч, если не больше. Мы разрабатывали проект, вели проект, но над фильмом работало 22 в результате компании, студии компьютерной графики. Это были люди, которые делали «Черепашки-ниндзя», «Чаппи», «Ледниковый период». Просто прям большие, серьезные, грандиозные мультфильмы. Огромная лаборатория новых технологий, которые мы использовали. И «Мошн Кепчер» тоже была одной из таких технологий. «Перформанс Кепчер». Актер, он одет в «Мошн Кепчер» костюм, и он играет какой-то актерский кусок. И мы пытаемся записать все нюансы его актерской игры, чтобы потом переложить это на нашего CG-персонажа. Приходят актеры, и он для того, чтобы объяснить ему, какие задачи себе надо пересказать, там, какую-то часть линии, чтобы он вспомнил, предлагая написать, как он будет реагировать, какого цвета здесь пролетит шлейф, и так далее, и так далее, и так далее. Событие, оно вот здесь, вот в этой точке. Помнишь, я тебе говорил, опасность откуда может прийти? Вот отсюда, с этой стороны. Вот это вот здесь. Страх тут, любовь здесь. И после фразы камеры, Монтон, воображение полетели. И оно полетело у тебя, и ты начинаешь совсем с этим играть. И всегда тебе просто содержание кадра надо рассказать, надо рассказать, что было до этого, потому что так всегда, так на любом фильме так. Это часть катастрофы. Дальше начинается костюм. Мы никогда доселе не делали пластический грим от макушки до пят, никогда. Пожалуйста, нет, это же все ужасно. Одеваешь кофту, потом еще какой-то комбинезон. Отдавали, мне кажется, последние силы. Куча взрыва опасного. Да, взрыва опасные, горючие. Не все можно провести сюда легально. У нас был такой персонаж, шукламор. У меня вот такие вот штучки. На этом фильме я научилась терпеть. Мы избрали технологию, попытались во всех возможных вариантах выступить. У нас был грим-грим, который делала наша потрясающая гриммера Наташа. Такой грим, когда надо было артистам покрасить, придумать им веки, прически, добавки какие-то. Покупалось какое-то огромное количество тюбиков, сухих, запеченных, всевозможных материалов, которые наносились, тестировались, пробовались, проводились тесты камер, как смотрится это все. Это была очень большая колоссальная работа по материалам. Не все можно провести сюда легально. Куча взрыва опасного. Да, взрыва опасные, горючие. Месяц на то, что мы почти каждый день приходили в гримерку с командой. У нас разделялись люди на гримеров и пластиков. Мы никогда доселе не делали пластический грим от макушки до пяток. Никогда. То есть ни у кого у нас в стране такого опыта нет. Были маски, был фильм «Высоцкий», были там объекты какие-то, которые делали куклы и так далее. Вот так, чтобы человеку полностью сделать, это было невозможно. Я провел анализ рынка, встретился с разными людьми. И вот пришли Юра со своей командой. Суть нашего дела – любую самую сумасшедшую фантастику, которую можно придумать, сделать материальной, физической. Любую больную идею – воплотить жизнь. Один из ключевых персонажей, над которыми мы работали – это персонаж Валая, в котором играет Маша Лисовая. Для меня, по крайней мере, один из сложных моментов был доверие к ребятам, которые занимаются мной. Одно дело – прийти к врачу раздеться, а другое дело – прийти к ребятам, которым 20, сколько, 8, 29 лет, и тоже так и раздеться полностью. Но я не была к этому готова. Не сразу полное доверие и взаимопонимание. В какой-то момент, да, сработались довольно быстро, я считаю. В итоге они пригласили девушку, которая просто держала меня за руку, пока она стояла. Один комплект Грима Валая состоит из… 35-ой детали. 31. Грим занимал на съемочной площадке 7 часов. Над ним работала команда из 5 человек. Мы приезжали на съемочную площадку к 3 утра, для того, чтобы к 10 утра крыса была готова. Мне делали косички. Сверху надевали такую гуесину специальную. Потом сверху надевали вот уже посредством вот этот вот каркас головы и приклеивали его. И вот так постепенно меня кусочек за кусочком меня обклеивали там. Самый сложный образ на данном проекте, над которым мы работали. Самый трудоемкий. И команда, и она, и Машка сама. Ну, это прям просто реально прям производственный подвиг для них был. Ребята, вот, конечно, которые занимались этим, они герои. Мне только терпеть. Терпеть надо было. И на этом фильме я научилась терпением. Ответственность зашкаливала, и напряжение просто разнуло колоссальное. Все-таки у нас получилось, и я могу сказать, что это все благодаря Джанину. Смена с пластическим гримом занимает 7 часов подготовки, 12 часов рабочий день, 3-4 часа на скринерс-гримировку, а на следующий день начинается, это уже больше суток, начинается следующая смена. А если выпадает несколько смен одна за одной, то детали лежат практически везде, на потолках, на полу, на столах, повсюду. Иногда даже вот так вот прям в руках. Не, уносишь, потому что некуда, потому что их некуда повалить. У нас был такой персонаж, щупламорд. Ты всегда на планете, они там разговаривают фырками. Это маска, но в ней тоже есть механические части, эти щупальца двигаются посредством оператора. Но внутри живой человек, который играет, хлопает, двигает. Был такой персонаж, который мне страшно нравился. Назывался он, по-моему, Рыбоморд. Ребята сделали роботизированную куку, у которой закрываются глаза, дышат жабры, открывается рот. Они все как дети. Они все выстраданные, сделанные, в общем-то, потом кровью, железками и пластиком, и силиконом. Они почти как живые. Отдавали, мне кажется, последние силы для того, чтобы кино получилось вот прям красивым, хорошим. И оно реально, мне кажется, кино с душой. Мы можем тоже делать красивое кино детское, которое можно пойти всей семьей посмотреть, и это будет приятно смотреть. Для того, чтобы сшить костюмы атлетов, необходимо произвести слепок с тела, потому что это кожа, которая стягивалась особым образом, чтобы она выглядела все-таки каким-то инопланетным материалом или каким-то загадочным. Сначала меня все облепили гипсом. Сняли этот гипс. Потом облепили силиконом ноги до колена. А наверх этого силикона гипс. То же самое сделали с руками, еще с другими частями тела. И это все длилось 10 часов. Это было невыносимо. Это было прямо ужасно. И так вот мы снимали мерки. Одеваешь кофту, потом еще какой-то комбинезон. Сверху ботинки кожаные. Тут шлем. Я рассчитывала, если честно, на то, что ввиду того, что сделали такие точные наши мерки, что костюмы тоже будут точные. Казалось совсем не так. Вот, допустим, у меня вот такие вот штучки в руках. Это потому что костюм очень сильно здесь натирает. И здесь ничего не поделаешь. Скафандр какой-то, а не костюм. Реально просто, чтобы одеть, уходи на кого-то немысливое количество времени, а потом еще целый день в этом костюме надо прожить. Это еще физически тяжело, потому что у тебя все подвесы, этот большой блок был связан с трюками на этих съемках. И начали! А второе, что там загнем? Ничего, я бы не знала, что за ним. Я вообще не понимала, что навязываюсь. Туда, туда, сюда, да, вот все правильно. А там будет аномальный. Жутчайшие сундуки. Естественно, какие приключения без трюков. Ну, как бы, я уже не говорю про то, что телепортация, это вообще непонятно, как делать, да. И так случилось, что я много лет работаю с Валерой Деркачом. Было много проектов больших и с американцами, и с французами, и с итальянцами, и наши блокбастеры, это всем известное. Когда он меня озвучил, да, все джами, я так подумал про себя, в принципе, мы все это умеем. Когда появилось какое-то понимание, когда появились персонажи, мы, естественно, за эту тренировку скажем. Так, и надо сказать честно, что пока это все набирало обороты, у нас были истерики, народ говорил, я не знаю, как это делать, это так не понимаю, мы так не бывать, у нас так не получается. Я в первый раз, когда я познакомился с каскадерами, я такой понял, да, сейчас что-то грандиозное меня ждет, я хочу, я хочу делать это все, я хочу в воздухе летать, я готов, страха вообще не было никакого. Я вообще не понимала до конца, во что я вязываюсь, мне кажется, до самого первого съемочного дня я не представляла себе всего того, что мне нужно будет делать. На этапе подготовки я видел, как ребята еще и еще сами пытаются разобраться в том, как этот трюк должен выглядеть. Пластик, колодка, телепортация, мы ее не понимали никто, ни Джаник, ни я, никто не понимал эту пластику, мы ее истали вот так. Полсмена в воздухе, висишь на тросах, надя, тебя дергают рывками огромное, ты на полдень метров, ты улетишь, ты вверх взлетишь, ты у тебя перековырнет, ты у тебя развернет, и все это посредством натяжения тросок, которые начинают тебя вращать просто как, а ты механику добавляешь, еще стараешься, пишешь какой-то трюк, элемент какой-то сделать, мяч поймать, ударить, попасть головой вот в эту точку, вот в эту, это было сложно. Мне-то казалось, что я бегу с такой скоростью и прыгаю с таким вообще совершенством на эту стену, но когда я смотрела видео себя и девочки, которые делают это профессионально, я видела огромную разницу, в общем-то, пропасть между нами. Самой младшей девочке на тот момент был 11, по-моему, или 12 лет, и это был, наверное, самый тяжелый кастинг, потому что мы не могли найти вот на эту роль, как бы, активность, вот просто измучить. Первый девочка, второй ребенок, это сейчас начнется, тут болит, там болит, это хочу, это не могу. Я очень хотел, чтобы это была какая-то спортивная девушка, и я увидел Лизу на сценарии, как у нас, ну, опускайся, опускайся. Мне нравилось висеть, мне просто нравилось, что я нахожусь в воздухе, и в воздухе мне надо всякие трюки делать. И начали! Лизу, ты прекрасна! Практически все я сделала сама. Мне нравится, чтобы все получалось гораздо легче, чем нажать у девушек. Выгромка это практически не волну. И начали! Там шагня. Мне трудностей не стуляла, вообще не таких. Мне очень понравилось, я еще хочу. Это очень сложная вещь и для каскалера, и для исполнителя, то есть либо это дублер, либо это актер. На таком уровне, если на пожертвовании, ты не имеешь права выключиться раньше времени. Ты не имеешь права довести партнера, потому что у него команда большая, 11 человек. Вы организм, вы механизм. Если каждый будет честно к этому подходить и относиться, то тогда вы достигнете результата. То Женя надо мной висел, то я над ним висел. И там еще текст, да, и это все. Воздух, вентиляторы, выстраивается кадр. Немножко вышел, так, плечо, нет, туда, туда, сюда, да, вот, все правильно, держи так. После подвеса были жутчайшие синяки. Все это было очень круто, очень тяжело. Помимо этого, там, паркур, беготня, падение с крыши, выстрел на пальму. Самое сложное это была пальма. Катапульта на пальме? Вы что, серьезно? Меня запустили на эту катапульту на самый слабый режим. Я, наверное, раз десять просто пока не успокоилась, что все хорошо со мной будет, что я не умру, что я не разорву себя в стену. На площадке жилосъемочной, я уже сама говорил, Джанике, все могу, мне нужен каскадер. Как будто бы я ничего не боюсь. Идут далеко, красиво, это очень тяжелое. Они висят на подвесах, а мы, значит, сосачим. Азазы, может быть, левее, азазы, как ты думаешь, на центру света, подвески, левее, блядь. Никто не спунил, не говорил, нет, я завтра не приду, я там не буду еще дубы. А я прям вот как заводные. Через эти зубы, через эти стертые промежности, через эти боли вопиющие, потому что каждый раз, как я тебе в очередной раз тянут наверх, а тебе уже в мозг прям стреляет. Ты уже устал от этой боли, просто морально устал. Но классно мы это сделали. Вот классно мы это сделали. Меня окружают столько людей, каждый из которых искренне внес в эту картину так много индивидуальности своей. Я бы, наверное, не скидывался, что с ума. Берите свой левого и здорово! Как это вообще сниматься? Это как поднять парашюту. А он прям тебе объяснил, отпустил и погладил еще. Так я здесь оказалась очень умной и насколько мне сильно повезло. Я потратил несколько дней и сидел, смотрел вместе с дочерью все мультики, которые смотрит она. И вдруг, в числе прочего, я обратил внимание, что она с большим интересом смотрит мультфильм, который называется «Галактический футбол». Интерес, с которым она смотрела и интерес, с которым она это обсуждала, для меня показали, что мы можем совершенно точно комбинировать мальчишеские и девчачьи развлечения в одном и делать из этого одно зрелище. Такая интересная история, что по сюжету климат вообще везде на Земле поменялся. А в Нью-Йорке, так сказать, там снег идет, и люди сидят в шубах заснеженные все. А в Москве, значит, растут пальмы и светится желтый такой солнце. Кино про борьбу силы зла и силы добра, но эта борьба происходит скорее на спортивной арене, нежели чем на поле братья. Все заводятся от необычности задачи, особенно когда они понимают, что ты требуешь исполнения, что ты хочешь, чтобы это выглядело достойно, чтобы это не как-то, знаете, там было сделано потом на компьютере, а чтобы оно в кадре и выглядит, и выглядит, и в жизни оно так же выглядит. У всех это страшно заводит. Сниматься в фантастическом кино действительно сложно, потому что ты работаешь с воображариумом в своей голове. Я никогда не играла в кино, и для меня было загадкой, как можно представить себя в той или иной ситуации. И в момент, и не начали. Действительно попробовать такое, это так выглядел с парашютом. У меня тоже были страхи очень большие, что как это вообще сниматься, пустота, и мы что-то еще должны делать. Если высота для него не стресс, сейчас он хапнет в шути. Начинаешь визуализировать, точка на 45 градусов по диагонали, это у тебя один партнер на 30 градусов по диагонали, в другую сторону другой партнер. Это не так легко, нужно найти себя в кадре. Прям вот зашли, чтобы мне нужно движу, прям паническое такое, знаешь. Только снимаясь, ты сможешь как-то этот процесс познать и более стать свободным в нем, и больше каких-то эмоций, переживаний, настоящих, вылить именно в кадр. Берите с войны и порой в торт! Это вообще колоссальный опыт, колоссальный. Для меня вообще этот проект как подарок с любым. Режиссер невероятно огромное количество раз пересказывает содержание фильма словами. Сейчас начнется война, ты боишься, и он мне просто рассказал саму ситуацию. Мне стало легче. Ты приходишь на площадку, все синее, тебе подходит второй режиссер, и ты расскажешь второму режиссеру, что происходит, что где находится, с чего вы начинаете снимать. Приходит оператор, потом приходит осветитель, потом приходит актер, потом звукорежиссер, потом пескодер и так далее, и ты всем это рассказываешь. Вот так каждый раз. Я правду, я не шучу, честное слово, так. Я даже не могу понять, как он это делает, потому что я бы, наверное, несколько раз сошла с ума. Очень много было таких ситуаций, в которых можно было просто все бросить и пойти и плакать куда-то далеко. А Джаник такой спокойный, и он так просто на все это реагирует и говорит, ну, если что, у нас всегда есть план Б, а если планы на проваливании, то есть план Т. Съемочный период — это тяжелое время, ты 12 часов проводишь на площадке, это 3 месяца съемок или 2 месяца съемок, а ты прям живешь в таком вот диком напряжении.